Здравствуйте! Вы на канале Астроумно. Это самый популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интересной, а главное полезной информации из сети. Колика проявляется приступами сильной сваткообразной боли, вызванной спазмом толстой или тонкой кишки. Подобное состояние может быть вызвано целым рядом причин, выяснить которые может лишь опытный специалист. Поэтому появление колик является серьезным поводом для обращения за врачебной помощью и проведения полноценного обследования. Если колики вызваны паразитарными инфекциями, народная медицина предлагает лечиться следующими средствами. Семена тыквы. 2 столовых ложки измельченных семек тыквы заливают 300 мл кипятка, добавляют 2 чайные ложки сахара и пьют такой настой на протяжении 5 дней. Цветы пижмы. Столовую ложку сухого сырья заливают стаканом горячей кипящей воды, настаивают и пьют в течение дня. Курс 2-3 дня. При коликах хорошо помогает масло лаванды. Оно успокаивает нервную систему, снимает спазмы и боль. Достаточно выпить небольшое количество воды, в которую добавлено 5 капель лавандового масла. Хорошо помогает отвар полыни белой. Для его приготовления 100 грамм сырья заливает холодной водой и оставляет на двое суток. Затем емкость полыню ставят на плиту и варят на медленном огне около часа. Готовый отвар фильтруют и добавляют в него 400 грамм меда. А основу ставят на огонь и варят до тех пор, пока смесь не загустеет. Готовый отвар принимают по столовой ложке 4 раза в день. Колики кишечника поможет снять имбирный чай или сок свежей капусты. Для приготовления чая достаточно взять половинку чайной ложки измельченного корня имбиря на стакан кипятка. В день следует пить по 2-3 чашки горячего напитка. Капустный сок лучше пить перед едой, разбавляя его небольшим количеством воды. Полезно добавлять в напиток сок из свеклы или моркови. Если кишечные колики сопровождаются диареей, поможет настой из ольховых шишек, чабреца, корня лобчатки, зверобоя, мелис и листьев карпивы. Все ингредиенты берут в ровном количестве. Столовую ложку смеси, заливают стаканом кипятка и настаивают. Принимают по полстакана 2 раза в день перед едой. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И конечно же ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся!